Сегодня у нас последний день в больнице, последний ужин. И на ужин у нас такой вот, типа как макароны с соусом шампиньоном, помидорками, салатик легкий, пармезан, сок и еще я себе завариваю чай для кормящих мам. И я, как обычно, в палате снова одна, я прямо как роковая женщина какая-то, не знаю, третий день в больнице и за три дня уже два человека сменилось. Если сегодня ночью привезут еще кого-то, то будет за три дня три новых соседа у меня. На улице дождь, ко мне вернулись мои старые, благополучно мною забытые мигрени, дают о себе знать с такой же силы, как и раньше. Вот, поем, потом еще что-то интересное расскажу. В обед и на ужин после еды приносят кофе, конечно, по желанию. И кофе, вот такие вот маленькие печенюшки. Это традиционные швейцарские такие печеньки от Лекар-Легус. И эта пекарня находится в базе мне тоже. Я, конечно, не такой любитель кофе, нет, ну вообще любитель кофе, но в данный момент оно должно будет выполнить свою традиционную функцию, вылечить меня от головной боли, потому что я уже выпила две таблетки, потом мне принесли вот такой компресс, холодный, ледяной даже. Это уже тоже второй. Сейчас приступаем к кофе. Кофе первый. В общем, прошло, я не знаю, сколько времени. У меня начинается за здравие видео, заканчивается за другое. Уже на улице потемнело, просто моя барышня пытается самостоятельно жить, и вот у меня начинаются колики, и всё такое. Я хотела рассказать про еду. Нам каждый, ну каждый день приносят меню какое-то специальное, то есть точнее, если вы только приезжаете, вам дают то, что как бы общее, а потом приносят карту, где вы можете выбрать, что, допустим, завтра и на завтрак я хочу вот это, 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 пить вот то и то, на обед тоже там есть всегда три меню, из которых одно обязательно для вегетарианцев. И, в общем, выбирайте, что хотите. Если вы хотите вот что-то помимо завтрака, обеда, полдника и ужина что-то съесть, у вас вот есть винная карта, ой, винная карта, есть карта, чего можно выбить, и если к вам приходят посетители, вы также можете заказать что-то для них. Потом есть, на самом деле, я не шучу, винная карта, где вы также можете что-то выбрать, либо для себя, либо для посетителей. И вот сейчас самое интересное, как это все выбирать. У нас тут есть такая система, только сейчас. Давайте мне так рукой тоже идёт. У нас есть вот такие мониторы. В общем, попробую так рассказать. У нас тут есть мониторы такие, и в них вставляется карта с личным номером каждого пациента. И на этих мониторах есть услуга Room Service. Я её показать не могу, потому что я шевелила свой столик, и до таких пор я его дошевелила, что выдернулся кабель. И я себя пока ещё не чувствую такой стройной дюймовочкой, чтобы тут сейчас всё отодвигать, проходить между стенами, чтобы всё это втыкать обратно, чтобы работало. Но можно попробовать пойти к моей соседке, если там работает. У неё просто вот лампочка горит, а у меня нет. Но, может быть, без карточки работать не будет. А, вот у неё работает. И вы можете выбрать функцию телевизор, радио, интернет, телефон. Потом функции мой счёт, ваши встречи, настройки, выбрать язык и вот Room Service. То есть вы нажимаете, выбираете, что вам надо. И всё вот это, то, что вы там заказали, сделали, это всё сохраняется на карточку. И потом, когда вы выходите, то есть как-то выписываетесь, вы даёте карточку на ресепшн, и получаете либо счёт на там, либо прямо тут же его оплачиваете. Это вот такая функция. Также тут есть функция просто телефона. У меня, к примеру, родители пришли, в общем, всем, кто не муж и можно навещать, то есть с трёх до восьми. Они пришли, ещё даже десяти утра не было. И мне позвонили, спросили, если я могу спуститься и встретиться с ними. Это вот одна из таких важных функций этого монитора. Но тогда кабель ещё, конечно, был воткнутым в розетку. Это потом я тут всё перестроила. Потом нам ещё дали вот такие вот подарки. Синяя коробка. Бэйби-кофа. И сверху, ой, как они называются, эти штучки для кормления, чтобы молоко не пачкало одежду. Там ещё тоже какие-то коробки. Но это всё дома. И я всё покажу, что там будет. Ещё один такой момент, с которым столкнулась не только я, а вообще все женщины, женщины. Вообще этот процесс должен быть ужасно таким приятным. Будут в женщине материнские чувства и вообще, вообще, вообще. Но поначалу это вообще очень-очень больно. И совершенно ничего не будет, кроме как поскорее бы это всё закончилось. Это кормление грудью. Не я одна сталкивалась с этими проблемами. Но, может быть, кому-то будет интересно, какие методы есть, чтобы вот эту боль как-то, ну, не убрать, но хотя бы хоть немножко приглушить. В общем, сначала мне дали такие полосочки. На них гель. И этот гель охлаждающий. Ну, там такие такие штучки. Они где-то сантиметров 5 на 3, на 2,5 вот такие. И ты их наклеиваешь. Они многоразовые. Просто прежде чем кормить, надо всё это снимать. Вот этот гель, который там. Они хорошо охлаждают. И, в принципе, неплохие. Но это, скажем так, для стадии, для самой такой незначительной маленькой стадии. Потом, на следующий день, они мне уже перестали помогать. И мне принесли другие штуки. Мне принесли вот такие вот штуки. Сейчас будете смеяться. Они смешно выглядят. Вот такие вот они. Колпачки. Они из цинка. И их надо беречь от цвета. То есть, когда ты пользуешься ими, пожалуйста. Но как только ты пользовалась, сразу замотать, спрятать материал. И спрятать, короче, их от цвета. Ими пользуешься таким образом. Чтобы ими пользоваться, надо носить лифчик. И я эту ночь проспала в лифчике. Уже не знаю, сколько лет я так не спала. Мало того, что он стапливает. Плюс они ещё тоже чувствуются. Но ладно, бог с ними. По ощущениям, не знаю, не могу сказать прямо, что они помогли. И как бы эту ночь Дашка проспала 6 часов подряд. Даже 7 часов подряд. Поэтому я эти колпачки как бы ставила. И только утром сняла. А может быть, просто грудь отдохнула за это время. И всё было нормально. Но после утреннего кормления всё возобновилось, конечно же. И потом мне принесли вот такой вот бальзам. Этот бальзам, он снимает сухость. И так, чего там было написано? От сухости и нежным таким восприимчивым соскам для кормящих матерей. Что в нём хорошо? У него нету запаха и нету вкуса. И его можно не смывать перед кормлением. Просто протёрли там тряпочкой, майкой. И всё. Вот это реально самое лучшее, что я испробовала до сих пор. И очень хорошо помогает. Он по консистенции такой... Вот такой. На ощупь очень такой мягкий. Кажется, что быстро впитывается. На самом деле не очень быстро он впитывается. Оставляет следы, ясное дело. Но бог с ним. Потом, чего я тут ещё не показывала, это вот такие вот кнопки, чтобы вызывать... Ну, всё равно, в общем, кого там... Кто-то обязательно есть на связи. И приходят они в течение двух минут максимум. Я сегодня тоже вызывала несколько раз, потому что мне то голова болела, то снова голова болела, то опять голова болела. И мне приносили там то таблетки, то эти вот охладительные подушки. Дальше насчёт пеленания. У нас это происходит таким образом. Тут, конечно, не очень хорошо видно, но, в общем, там лежат пелёночки. Вот такие просто тоненькие пелёночки. И на пеленальную вот эту часть кладёшь сначала пелёнку, потом ребёнку, потом берёшь памперсы. Тоже они тут есть, целая стопочка. Салфетками там вытираешь, пока не вытришь. Памперс меняешь. Сначала берёшь вот этот бинтик, складываешь его в длинную полосочку, заматываешь пупочек и сверху так обильно присыпаешь присыпкой. Потом можно одевать одёжку. Одёжку у нас тоже дают, но, в принципе, можно и своё. Никто не против этого. И прежде чем пупочек обработать, надо продезинфицировать руки. Тоже вот там такая дезинфикационная коробка стоит. И потом, в принципе, это вот такое вот... Так это всё происходит. Прежде чем я сама... Мне самой разрешили перепелинать Дашку, мне показали это три раза, три разные акушерки. И только потом можно было мне самой. И это они делают не потому, что я такая неопытная или неуклюжая. Просто если вы хотите, чтобы вам всегда пеленали ребёнка, пока вы тут, вы можете всегда их об этом просить. Но мне было интересно уже, наконец-то, самой запеленать. И ещё я сделала кое-что, что, в принципе, вот пока ты не имеешь ребёнка, ты себе там нафантазируешь, что вот будет у меня так и так, и никак и по-другому. Во-первых, я говорила, никогда она не будет спать в моей кровати. Ну ладно, это не моя кровать, это больничная, но всё равно она две ночи проспала со мной. И эту ночь она будет уже спать у себя в домике её. Потому что я не высыпаюсь у меня от этого мигрени, наверное, я себе так решила. И сегодня она будет спать там. Эту ночь она проспала всю целиком. Ну сколько там было? С часу до 7-6 часов, до 7.30. И поэтому, я надеюсь, эту ночь она тоже так же хорошо будет спать. И тогда, может быть, мне удастся тоже выспаться. У неё, как и у всех, в принципе, начались колики, проблемы с животиком. И вчера она до часу, ну не только она, мальчик, который был по палате, тоже не мог уснуть. Но он просто ещё и ночью два раза вставал. А Дашка дотерпела до утра. Надеюсь, этой ночью будет то же самое. И я пыталась дать ей пустышку. Она её не брала. Не брала ту, которую я из дома взяла. Не брала ту, которую мне тут дали. Но сегодня она взяла её. И это тоже было что-то, что я говорила. Никогда ребёнку давать соску, потом не отучишь там вот это всё. Но просто когда она нещадно треплет твои соски... Тебя и так на дуку, и так и на токе, но с ней она была не издана. Но это с ней, это не издана тело, так и на связи. и она у нас, и она имеет рост, и он встан. то, это всё, и на руках, и оно, где с ней. Продолжение следует...